Владимир Викторович, скажите, как давно вы вообще тренируете команду Ямбург? Команду Ямбург. Первый раз я в этом группе в 99-м году тренировал до 2008-го года. В 2008-м году так получилось, что уехал работать в город Владимир Викторович. Работал там 5 лет. И вот вернулся в любимый город. В 2000-м. Получается 13-м году. Ну вот сейчас предстоит кубок Еврахима. И наша команда, как мы знаем, она будет выступать. Скажите, как вы готовитесь к турниру вообще на этот кубок, который пройдет в мае месяце? Мы готовимся. У нас несколько турниров, через которые идет планомерная подготовка к этому турниру. На данный момент мы участвуем в открытом первенстве Ленинградской области, где участвуют 13 команд. Значит, из 13 команд, там 2 команды из Карелии, есть команды из Санкт-Петербурга и из Ленинградской области. Ну и какие сейчас результаты вообще? На данный момент у нас мы провели 9 игр, из которых 5 выиграли, 1 в ничью сыграли и 3 проиграли. Мы находимся на 6-м месте. Пока. Планируем, но задача у нас попасть в тройку в этом году. Ну а есть вообще надежда, что кубок будет наш? Кубок Еврохима? Да. Есть, надежда. Есть. Надежда умирает последний. Есть ли вообще ребята, которые сейчас занимаются, которые уже участвовали в турнирах? Есть, да. Подволодский, Терехин, Иванов, Костин. Они по возрасту подходят. У нас план, наверное, дальше у нас сейчас 22-го. 21-го у нас игра здесь, открытая первенство. Принимаем двух варяги. Затем мы 22-го сразу рано утром уезжаем в Ладыное поле, где будет проходить финал. У нас будет областных финальных соревнований на приступа «Золотая шайба». 22-го, 23-го числа. Ну, то есть сколько каких-то таких чемпионатов до главного кубка пройдет у вас? Значит, у нас пройдет «Золотая шайба». Победитель едет в город Сочи в мае месяце. И потом у нас запланирован турнир в марте месяце. Нас приглашают в Эстонию, в Кохояру на турнир. И как у нас в апреле месяце заканчивается регулярное первенство. И потом уже будем готовиться целенаправленно. Мы планируем в течение этих турниров, чтобы ребята обкатались, обилиз, поучилось у них. Приобрели игровой опыт, навыки кое-какие игровые. И чтобы это нам пригодилось потом в дальнейшем на Кубке Еврахима. Ну, вы как тренер применяете какие-то нетрадиционные виды тренировок? Или что-то такое, чем отличается от других команд? Ну, в хоккее я бы не сказал, что там нетрадиционного. Нет у нас таких местов. Мы и бегаем, и прыгаем. И сейчас на скакалках там прыгают ребятки, приходят. Это перед каждой тренировкой у нас прыжочки на скакалках. Ну, а есть ли среди команды какие-то ребята, на которых у вас точно надежда, что Кубок будет наш? У нас есть лидеры команды. Мы не будем раскрывать, чтобы не сглазить их фамилии их. Ну, думаю, что они сделают результат. Конечно, будет тяжело, потому что с каждым годом уровень этого турнира еще возрастает и возрастает. Не знаю. Надеемся на лучшее. Скажите, ну вот как по вашему мнению, вообще сплоченная наша команда Ямбург? Конечно, у нас одна из самых сплоченных команд. А вот кроме тренировок, какой-то досуг, где-то, может быть, вы собираетесь в походы? Досуг. Ну, стараемся как-то больше с родителем, с родительским комитетом. У нас родительский комитет работает, помогает мне. Проводим товарищеские игры, проводим праздники. Баллы много для детей. Ну, вот скажите, раньше вы занимались вообще в коробке. Вот сейчас такое помещение есть, где вы можете заниматься. Большая вообще для вас разница, как для тренера? Конечно, большая. У нас сейчас просто голова не болит, а будет ли лед, будет ли погода. Потому что там приходилось день у нас заливать, чистить. Потом еще выходишь, ты не выйдешь. И ждешь, пойдет снег или дождь не пойдет. А здесь все расписано, у нас планомерно работаем, готовимся. Команды участниц, какие команды участницы турнира для вас представляют наибольшее соперничество? Соперничество, ну, это, прежде всего, это хозяева, команда с города Новомосковского. Они традиционно сильные соперники. И плюс, каждым годом приезжают зомбежные клубы, которые представляют большую конкуренцию. А среди зарубежных кто особенно? Из зарубежных, финны, немцы, швейцарцы, академия швейцарская, последний раз приезжала. Бельгийцев вы не боитесь? Бельгийцев нет. Подскажите, как у нас вратарь, которого вы тренируете, вообще ворота защищены у нас? Защищены, да, потеряли много времени, из-за того, что льда не было. Да, сейчас, наверное, верстываем, правда, вы сами понимаете, что без умения хорошо перебегаться в ворота. Стараемся, нагружаем. Им тяжело, конечно, но что делать без этого? В спорте никуда. Ну вот осталось где-то три месяца, получается, да, у нас так, в общем, до чемпионата, до кубка. Вот чем-то отличаются сейчас тренировки, которые были вот раньше, допустим, там, и сейчас интенсивность тренировок? Нет у нас пока ничего, пока не меняем наши подготовки, у нас идет планомерная подготовка к этому турниру. И вот потом уже, когда в апреле все у нас закончится, потом уже будем конкретно готовиться именно к этому турниру. Может быть, мы пройдем сборы, пять-шесть дней здесь усилен под ветреневый, там, земля, лед. Потом немножко сбросим нагрузки перед турниром, чтобы у нас ребята восстановились после нагрузки. Скоро у вас в мае будет Кубок Еврахима. Как у вас вообще настроение? Я думаю, будем постараться. Но привезете Кубок Еврахима, как вы думаете? Есть надежда? Привезем. Привезете? Попытаемся. Ты будешь защищать наши ворота? Нашей команды, да? Ну, а как ты думаешь, удастся не пропустить шайбы? Ну, может быть. Одна шайба точно не может уйти, а остальные нет. Как ты думаешь, у вас сплоченная вообще команда? Да. Чем должен быть наделен защитник, чтобы все-таки добиться Кубка Еврахима и привезти нам к нему? Хорошо, хорошо пытаться. Силой брусбом, силой обладаем. А как давно ты занимаешься вообще хоккеем? Третий год. Скажите, как вообще тренер? У вас хороший? Находите общий язык? Да. Ну, мы давно понимаем, что он написает лучше. Странно равен с другими показателями. У нас существует тренер. Мы там полевые по тренеру. Ну, вот нам сказали, что вы вообще надежда победы нашей команды. Как вы думаете, это правильные слова сказаны о вас? Да. То есть вы все силы отдадите, чтобы мы все-таки победили? Хорошо. Ну, удачи вам. Спасибо. Ниже садимся. Спину ровно держим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понятно, хорошо. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok